Привет, это базовый блок, мы находимся в Берлине, проходит конференция Добкон и Берлин Блокчейн Уик и с нами Анатолий Ресин из проекта Блоквиз. Анатолий был у нас в гостях на базовом блоке, номер выпуска 65 Послушайте большое интервью, но сегодня мы поговорим о проекте Парсик, который Анатолий сейчас развивает Да Расскажи, пожалуйста, что это такое Это такой проект, который родился из нашей способности парсить блокчейны для других проектов Мы реализовали много всяких интеграций А потом пришла мысль о том, что все, что мы делали, можно представить в виде очень интересного тула для программистов Как можно подключиться к блокчейну, вытащить оттуда ивенты Причем ивенты не в том смысле, в котором обычно смарт-контрактщики на эфире это считают А такие well-defined low-level events, например, перемещение эфира Не просто по транзакциям, а внутри, например, смарт-контрактов Или, например, распределение газа Когда кто-то платит за транзакцию, понятно, что какая-то сумма пошла туда, куда должна была пойти она по транзакции А какой-то маленький кусочек и отщепился, и судьба его дальше обычно неизвестна Это нужно куда-то рыть в глубину и смотреть, как это натекло И когда кто-то заявляет, например, что я намайнил эфир Как это доказать, как это посмотреть Те потоки событий, которые мы отсылаем для того, чтобы программисты их могли консумить Они учитывают и такие вещи Ну а фактически, что мы сделали Мы взяли паритевскую ноду эфировскую И сделали так называемый инструментейшн Мы ее обложили всякими датчиками вокруг Буквально на уровне обходов И получили вот как раз такой интересный стрим событий Для процессинга которого создали маленький язычок программирования Но я бы не сказал, что это язык программирования Это язык трансформации стримов Что если, например, кто-то знаком с ReactiveX Типа ReactiveX IO, по-моему Там вот очень красивые есть описания Как можно работать с реактивными потоками И какие операторы можно накладывать И вот мы решили сделать такой вот язычок Синтаксический сахар Который позволяет это все красиво обработать И подключить к огромному количеству транспортов Ну я сейчас пока так говорю Огромному из имплементированных реально там Это Telegram, Email и Webhook Ну типа но запланировано Ну типа целый список Ну типа что Деливери этих ивентов Которые отсылаются Возможно будет и через Telegram И через Email, SMS А для программистов это естественно Типа WebSocket и Webhook И ну типа для тех, кто что-то более корпорейтное Там интерпрайзное Хочет это MQP типа То есть я правильно понял, что use case Мерно такой вот Я хочу разработать свой, например, супер кошелек Который бы там делал notification Юзеру, когда там что-нибудь произошло И стандартная нода мне этой информации не поставляет Я ставлю себе на backend parity Ставлю себе на backend parsic Они вместе работают, синхронизируются И я понимаю, не знаю, юзер подписался Сообщите мне, когда, не знаю, мне придут токены Или когда там какой-нибудь ивент произведет в каком-то контракте Ваши ноды это понимают Парсик это парсит И программист, который связывает backend с фронтеном Понимает, ага, вот мне пришло И я отсылаю notification на телефон Что-то фронт Обычный use case может так выглядеть Use case похож, но за исключением одной вещи Дело в том, что вот то, что ты описал Это ситуация запуска наших технологий on-premise Дело в том, что вся эта штука Она не только стреляет эти события Она еще заполняет огромную базу данных Собирая все эти события И используя базу данных в принципе в двух целях Одна цель это просто историческое накопление тех событий Поверх которых потом можно будет всякие интересные делать вещи Типа анализа графа поток Как это все происходило А вторая это чисто утилитарная штука Если не дай бог Где-то что-то там происходит Какие-то простои Или нода отключается Или какие-то потери коннективити То именно эта база Типа которая из накопленных событий Используется для того, чтобы переиграть все нотификейшены Типа правильно, как они должны были работать И ну собственно сам продукт Вот парсиками типа как продукт Он предлагается как коммерческий продукт Хотя до коммерциализации Нам предстоит поработать очень много Просто с бесплатными программистами Чтобы они приходили, поиспользовали его Посмотрели как это используется И в основном это наше как бы клауд решение Это все находится в мире эфириума Или какие вы блокчейны поддерживаете Какие планируете поддерживать? Нет, это не только в мире эфириума Эфириум был пилотной штукой И в принципе можно сказать, что у нас продукт состоит из двух частей Одна часть это адаптеры к блокчейнам Причем такие low-level адаптеры Потому что мы предполагаем и с биткоином работать на очень низком уровне Доставая оттуда не только движение самих биткоинов Но всякие интересные вещи Типа данные после оприторна Типа когда в транзакции биткоина Начинают сохранять информацию Ну явно не финансового характера А какие-то данные Вот это все мы тоже будем вытаскивать И предоставлять в виде строго типизированных стримов Которые можно консумить И это сразу же идет биткоин С кучей форков Элементарными форками Естественно с privacy-oriented вещами Мы много оттуда достать не сможем Но какие-то факты Возможно Тоже сможем оттуда доставать Вот мы говорили с ребятами, которые делают миксер И Анатолий подключился к нашему разговору И стало понятно, что это какие-то Скажем так, противоположные полюса Не знаю, согласитесь с этим или нет Что есть privacy-технологии Которые пытаются все запутать А такие решения, как парсик Они позволяют Распутать Распутать, да То есть даже те данные Которые формально не зашифрованы Там те же потоки событий из эфириума Они как бы такие Как неуловимый Джо Они вроде как бы есть Но всем слишком лень их вытаскивать Но когда появляется парсик Вытаскивать, если становится проще И тогда можно какие-нибудь очень интересные данные Оттуда извлечь Предположительно И тут есть два кейса для использования Один кейс для использования Это когда сами программисты Начинают использовать парсик Для того, чтобы быстрее создавать продукты Быстрее интегрироваться Типа с блокчейнами И делать то, что Ну, собственно, руками сделать очень сложно Например, одна из таких вещей Которые очень сложно программистам даются Это так называемые Stateful Computations Если ты пытаешься поддерживать Какой-то state На основании событий Которые приходят из блокчейна Ну, а второй кейс Это действительно добавление прозрачности Которую могут уже использовать Типа другие люди Типа вот банков, бирж Когда они пытаются проанализировать что-то Но здесь я хотел тоже сразу сказать Что мы не производим анализ То есть мы не говорим, что этот кошелек Хорош или плохой Там миксер, не миксер Хотя, в принципе, миксеры Мы вполне способны будем задетектить То есть вы говорите, что там, не знаю Херр Мюллер на своей машине Выехал с работы И поехал вначале в этот бар Потом в этот стрип-клуб Потом в этот секс-шофф Потом в этот, не знаю, еще куда-нибудь А потом вернулся домой к своей жене А вы выводы можете делать сами Конечно Я не говорю И плюс ко всему Это вот одна из достаточно важных вещей Это тоже надо упомянуть Что мы позволяем интегрировать Third-party tools в наш стек И в качестве third-party tools Вполне могут быть такие тулзы Как Chainalysis Типа Bitfury Crystal Потому что вот проходит транзакция Она ловится Где-то там возникает какой-то адрес И мы спокойно можем заинричить Информацию, которую мы доставляем В конечный endpoint Информация, добытая из того же Chainalysis А в каком сейчас состоянии находится проект? Что уже реализовано? И есть ли первые клиенты? Относительно первых клиентов У нас есть переговоры Потому что очень многим Кастодиальным фондам Нравится это решение Особенно потому что оно ловит Прихождение эфира В том числе и смарт-контрактов Что не так просто Типа добиться обычными технологиями Есть, типа, несколько Типа проектов Которые будут использовать нас Совместно с Chainalysis И, типа, другими тулами А состояние проекта такое Что у нас есть уже открытая публичная бета Которой можно поиграться Типа, зайти на beta.parsic.io Зарегистрироваться там И начать создавать триггеры на нашем DSL Подключить Telegram Посмотреть, как будут нотификации Приходить То есть это все уже, типа, готово Можно с этим играться Конечно, мы сейчас не обещаем стабильность Поскольку это как Это даже не сколько бета Это технология превью Где мы хотим собрать фидбэк И по самому языку Может, там, типа, что-то синтаксически переставить Или что-то конфьюзит Это было бы вам, типа, здорово, интересно Да, здорово Ну, а какие-то завершающие мысли Может быть, впечатления от своего ивента Как тебе Допкон Или другие какие-то митапы Которые ты, может быть, посетил здесь В рамках облучения недели Ну, в принципе, это, наверное, первый такой вот страйк Из блокчейн-эвентов В котором я участвую Впечатления очень, типа, интересные Интересные по анонимите вещи были Вот буквально, типа, вчера встречался По одной из моих любимых тем Это, типа, время И мы, наверное, часа-полтора С Анатолием Яковенко проговорили Из Соланы Синхронизируя, типа, свое видение Вселенной, времени И соотношение с блокчейном Это было, типа, очень интересно Здорово Спасибо большое И будем следить за вашими дальнейшими успехами Спасибо